Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. Сегодня, отталкиваясь от текста Евангелия от Марка, 2 глава, 16-17 стих, мы рассмотрим такой вопрос. Кто такие книжники, фарисеи и саддукеи, и почему Христос ест и пьет с мытарями и грешниками? Давайте сначала прочитаем отрывок Евангелия от Марка, 2 глава, 16-17 стих. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками. Услышав сие, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужду в враче, но больные. Я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию. Кто такие книжники? Книжники – это были лучшие люди своего времени. Это очень близкая к христианам религиозная группировка, наподобие фарисеев, которые тоже очень близки были к христианам. И вы, наверное, помните, что апостол Павел, когда он защищался, он говорил «я фарисей от фарисея» и так далее. Книжники по-еврейски Соферима, они очень хорошо знали Священное Писание, потому что они переписывали Священное Писание. И так как они занимались этим на профессиональной основе, то они считались специалистами по любому вопросу. Сейчас, если вы захотите найти какое-нибудь слово в Библии, вы наберете в поисковой системе, найдете, а тогда книжник мог взять свиток, отмотать нужное количество свитка и найти то самое место, которое вы ищете. Книжники в целом были нейтральны по отношению к конфликту между фарисеями и Христом, между саддукеями и Христом. Фарисеи действительно верили в загробную жизнь, они верили в воскресение мертвых, они верили в священные тексты Ветхого Завета, в отличие от тех же саддукеев, которые все воспринимали аллегорически. Фарисеи – это религиозные фундаменталисты, это религиозные консерваторы. Они руководствовались писанием и иудейскими преданиями. Прежде всего, Мишны, которая со временем обретает вторую часть к Гемару и появляется к VI-VII веку Талмуд. Фарисеи очень напоминают наших православных правых фундаменталистов, которые признают Писание, а вместо Талмуда у них книга церковных правил. Они изучают эти правила, они хорошо в них ориентируются. Книга «Кормчая» – это особый сакральный текст для этих людей. Конечно, в Евангелие они заглядывают значительно меньше. Фарисеи-книжники наших времен очень много говорят о пришествии Антихриста, это как бы доминирующая тема, и почти ничего о пришествии Христа. Как мы видим, прав премудрый Соломон, который говорил, что было, то и будет, и если тебе говорят вот что-то новое, не верь, это забытое старое. Судукеи – это модернисты. Они не верили в сакральность Писания, но они считали, что закон Божий нужен для того, чтобы с помощью закона управлять народом, невежественным народом, чтобы поставить их на место. В те древние времена, когда жил Христос, почти все первосвященники были садукеи. Садукеи по отношению к фарисеям – это как патриции по отношению к каким-то полебеям, потому что садукеи были хорошего происхождения, они были левицкой крови, как тогда говорили, но при этом абсолютно неверующие, за очень редкими исключениями. Они увлекались греческой философией, то есть тем, что прямого отношения как бы к Писанию и не имело. Это как модернисты наших дней. Они руководили огромными школами и шивами, они возглавляли Сангидрин, то есть Верховное судилище, Синедрион. То есть эти люди были на первых ролях. И когда надо, они заискивали с фарисеями и с книжниками, как в случае с осуждением Христа, они привлекали этих натасканных псов, как они смотрели на фарисеев, в некотором случае на книжников. Были еще иродиады. Иродиады — это партия почитателей царя Ирода, того самого Ирода, который искал чудес, который требовал от Христа показать какие-то чудеса, который казнил Иоанна Крестителя. Хотя любил беседовать с Иоанном Крестителем, как сказано в Библии, и даже слушался в некоторых случаях Иоанна Крестителя, как тоже говорится в Писании. И вот в таком контексте, религиозно-политическом, существовала школа Иисуса Христа. Иисуса называли учителем. Обычно учителями называли лидеров фарисеев. И в этом смысле община христиан, она внешне походила, первая община христиан, на фарисейское собрание. Но то, чему учил Христос, никак не совпадало. Ни с учением садукеев, тем более этих вечно раздраженных фарисеев, этих книжников, и этих кутил и радиат, для которых жизнь – это праздник, банкеты, всякие радостные события, они этим жили. Христос не общается с этими людьми. Он знает, что их сердца глухо закрыты. Но и среди этих людей были тайные ученики Христа. Это Иосиф Арифмофейский, это Никодим. Христос более охотно общается с мытарями и грешниками. Он ел и пил с мытарями и грешниками. И вот, когда книжники фарисеи увидели, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками, услышав сие, Иисус говорит им, нездоровые имеют ножду, ножду во враче, но больные. «Я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию». Однажды Христос произнес еще более радикальные слова. Однажды Он сказал, «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед в вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, то есть путем закона, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же и, видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Ему оказывается мытари, блудницы, грешники вперед всех идут в Царство Небесное. Почему? У них не было иллюзий относительно самих себя. А каждой из этих партий фарисеи, саддукеи, саферим, книжники, иродиады, они соперничали в персональном достоинстве. И они были героями своего времени. Для консерваторов это фарисеи. Многие из них стали мучениками, когда была битва за Иерусалимский храм. Саддукеи сохранили книги во время гибели Иерусалима. Они сделали в Ямнии академию, добились разрешения у римлян сохранить это. По-своему они были герои своего времени. Христос общался. Общался с отрепием. То есть с теми людьми нерукопожатными, неинтересными, опустившимися. Если встречаются саддукеи, фарисеи, у них какой-то религиозный дискус. А мы, тари и грешники, о чём они говорят? О чём Христос разговаривал с этими людьми? Как не о Божьем прощении? Как не о том, что когда пастыр теряет одну овцу, он оставляет 99 и идёт искать эту одну пропавшую? Очень важно для христианина не испытывать иллюзий относительно самого себя. Все мы грешники. Особенно почитайте отцов церкви. Не то, что писали об отцах церкви, а то, что сами отцы церкви пишут о себе. Они писали о себе, как о грешных людях. Амбросий Медиаланский писал, «Я буду хвалиться не тем, что я архиепископ, а тем, что я крещён. Я буду хвалиться не тем, что я чего-то достиг, а тем, что я прощён». Это недословно я воспроизвожу его прекрасные слова. Закон и благодать – вот этот извечный спор. Сказано, закон произошёл через Моисея, благодать и истина через Иисуса Христа. Поэтому мы проповедуем Христа, который открыт для общения каждому человеку. И если в нашем храме не находится место для падшего человека, если мы хотим сделать такой библейский кружочек типа саддукейского, модернистского, или такую фарисейскую общину с серьёзными вызовами всем еретикам и обновленцам, а где Христос? Куда пойдут эти мы три грешники? Грешницы? Вера в Иисуса Христа – это вера в Божье прощение. Я никогда не стал бы священником, если бы я не верил в прощение грехов. Я думаю, это может сказать любой священнослужитель. мы никогда не позволили бы себе там преподавать что-то, если бы не было бы прощения грехов и не было бы поручения церкви. Иногда даже как наказание, как крест, потому что спасённый человек, человек, переживший радость Божьего спасения, он вообще не хочет ничем заниматься, иногда ему хочется куда-нибудь спрятаться от всего мира и наслаждаться этой радостью. Но Господь говорит – нет. Зажегший светильник не ставит под сосуд, но на подсвечник. И Господь говорит – и тогда светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. Община Иисуса Христа – это мытарь Матфей, евангелист, апостол. Что значит слово «апостол»? У нас как-то нелепо переводят это слово там «посланник». Апостол – это значит посол, который совершает посольство от имени царя. И любой посол, который совершает своё посольство, он имеет значение царя, как апостол Павел пишет, не я живу, но живёт во мне Христос. И на самом деле каждый христианин должен совершать своё посольство – и мужчина, и женщина, и ребёнок, потому что по каждому из нас судят о нашей вере. книжники, фарисеи, саддукии – это религиозный эстаблишмент во все времена и во всех народах, и во всех языках. Но Христос ест и пьёт с мытарями и грешниками. Почему? Давайте каждый задаст сегодня себе этот вопрос. Ответ нам известен. Господь Иисус уже сказал, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришёл призвать неправедников, но грешников к покаянию. Это значит, что тот, кто считает себя слишком здоровым для того, чтобы читать Евангелие, если кто-то считает себя слишком крепким, слишком устойчивым, чтобы искать поддержки во Христе. Тот, кто стоит, бойся, чтобы не упасть. Мы кто-то или что-то во Христе, и мы никто или что вне Христа. Будем помнить об этом. Берегите себя, подписывайтесь на библейский портал экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Храни вас Господь. Храни вас